Слава Богу, сегодня у нас 16-е число, января 2017 года, сегодня, кстати, 29-е число месяца с лунного календаря, завершение месяца. Хорошо, все, а меня? Все, я включил. Первый вопрос, значит, у нас получается, видение Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Видение Церкви нашей, как и вообще, наверное, любой нормальной христианской церкви, адекватной, это спасение грешников. Поэтому в православной культуре нести Евангелие Иисуса Христа – это главная цель православного обновленческого нашего евангельского движения в целом. И считаю, что это достойная цель и правильная цель. Отлично. Ну, это совсем короткий ответ. Ну, постарался. Классно. В чем главное отличие… В чем главное отличие от Русской Православной Церкви? Традиционной Православной Церкви, да, и вот обновленческой, реформаторской. Главное отличие – это христоцентричность. Сам Христос является центром богословия, и на наших литургиях, всеночных, на всех богослужениях мы молимся в наших церквях, мы молимся только лишь к Богу. То есть посредничество лишь одного Иисуса Христа, как именно действительно первосвященника нашего исповедания, как Спасителя Господа. То есть на практике и в личной индивидуальной жизни христианской, и в общей церковной молитве мы молимся только лишь к Богу, обращаемся к Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. А также всевозможные формы идола поклонства, включая иконопочитание, почитание крестов, мощей и прочие элементы религиозного культизма, просто-напросто отвергаем. Потому что это ни в какие христианские каноны не входят просто-напросто. Это является имплантированным, привнесенным извне в тело Христова явлением уродливым совершенно, ничего общего с христианством не имеющим. Потому я говорю, что даже молимся, если мы молимся за здравие, молимся за живых людей, нет как таковой даже отдельно выделенной молитвы за упокой, за умерших людей. То есть приоритет именно библейского богословия, евангельского, вот такого христианского обучения. Отлично, так, сейчас пошел. Отлично. Аэродром у вас, да, есть какой-то? Да, нет, нет. Есть. Слушай, закрой короче. Он полетел когда, как мы еще говорили, да? Ну да. Ну так, фоном таким как бы, да. Ничего страшного. А, тут там запись. Так, поможем ли я? Дим, Дим, там запись ты ходишь. Хорошо, ладно, все. Я же тебе хотел сказать, что ты уже выбрал себе место. Все, тогда, да. Так, да. Хорошо. Ага, ну интересный вопрос, почему вы носите ряс, крест, ря-атрибутику? А, да, вы по поводу ряса, креста и прочей атрибутики, да. Сейчас, секундочку. Почему вы носите ряс, крест, прочую атрибутику, которая она... Да. Я являюсь православным церковным священнослужителем. И я держусь того правила, что если мы православные церковнослужители и христиане, то должны соответствовать, как бы, культуре православной. Нести Евангелие Христово в православной культуре – это как раз и задача нашей Церкви. И потому я вижу ношение даже рясы, креста, по ноге, допустим, епископской, там, других элементов служения православного вполне законным и правомерным. Там, как, допустим, если бы я нес служение, Евангелие нес бы, к примеру, китайцам или японцам, я бы, конечно же, в этом не ходил. Я бы одевался бы, как, соответственно, их культуре, уже традиции их народные. Или, допустим, в Западной Европе, в принципе, это... Или в Америке подобный ряс уже, как бы, это больше экзотика, как индейцы с перьями, допустим. Вот, но, вообще-то, Евангелие Иисуса Христа несется в разных культурах. И Господь, я верю, Он не за переодевание наше в платье, значит, просто лишь перемены одежды, а в самой сути христианства. Сама суть христианства – это сам Христос. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Не кто на нас, а тот, кто в нас. Хотя эти вещи, допустим, даже крест по ноге, там, рясы, они могут, и, конечно же, вредить делу Божьему. Здесь уже, я рукополагаю новых священнослужителей, каждый раз я говорю, что нам нужно держать ухо востро. Действительно, эти вещи пограничные, с религиозным оккультизмом, и поэтому нужно исходить из того, что это не средство выделиться из толпы, быть выше, а наоборот, как спецовка, рабочая наша возможность послужить всегда людям. Слава Господу! Ты переживаешь, нервничаешь? Нет, я что? Сядь на стульчик, посиди. Ты ходишь туда-сюда. Слышь, а, понял. Взгляд на будущее. Ага, понял. Ты сел, все? Сейчас. А, скрипи. Слышь, я выйду туда. Взгляд на будущее можно, в принципе, развернуто дать минуты на две, на три. То есть сейчас были все ответы, не больше. Первых было вообще 30 секунд. Ну я испугался просто. Да, да, да. Это идеальная работа получается. Мне ничего резать не придется. Это очень хорошо. Так что чаще пугаете людей. Да. Так, еще раз. Ну, взгляд на будущее, то есть, ну, я имею ввиду взгляд, наверное, больше на, в целом на мир, на церковь, в целом на мир, может быть, на Россию. Может быть, это много, но тем не менее. Мы знаем из Писания, из Библии, не только о прошлом, не только сегодняшний день мы можем из Писания увидеть Божьими глазами, но и будущее мы можем видеть из Писания, из Библии то, что будет, именно Божьим взглядом святым. Поэтому имеем честь и прошлое, и настоящее, и будущее видеть в истинном свете его. Не политизировано, не религиозно, а именно правдиво. А правда в том, что этот мир, отпадший от Бога, он восстанавливается. Господь действительно исправляет этот мир. И спасителем является сам Господь Иисус Христос. И поэтому последние дни человечества, я верю, это время покаяния, огромнейших евангелизаций, огромного духовного пробуждения. Почему? Потому что должно исполниться, конечно же, исполняются страшные пророчества Библии, но должно исполниться и великое пророчество Библии, которое говорит, что сие Евангелие, царство будет проповедено всем народом, во свидетельство им, тогда придет конец. И вот это действительно, знаю, знаковое такое, о последних временах важнейшее событие, о котором стоит говорить всегда. Вот, а конечно же, в последние времена отмечены и войнами, и землетрясениями, и гладами, и морами, о которых говорит Библия. И это правда. Это сегодняшний день на самом деле наш. О последних временах храм Божий, опять-таки, сегодня это третий храм, это мы, живые верующие, люди, в которых живет Господь. Но есть опасность, конечно же, превращение храма Божьего в вертеп разбойников, что тоже наблюдается, к сожалению. В общем-то, Церковь Божья, как и Израиль, как государство, как народ еврейский, являются здесь такими верными приметами последнего времени, будем так говорить. И ждем возвращения нашего Господа Иисуса Христа о духовном пробуждении в разных народах, в разных странах, уже говорилось неоднократно, разными и учителями, и пророками. Я очень солидарен с этим, что и Россия, и другие страны бывшего союза, и другие страны мира ждет огромнейшее духовное пробуждение. Но, как Чарльз Перджин говорил, что действительно, приближаясь к Господь, одно тает, превращается в мягкое, а другое вещество каменеет. И сердца человеческие, конечно же, приготовленные к встрече с Господом, они будут мягчать и в его любви, а ожесточенные будут еще более ожесточаться. Святое еще будет делать святость, совершенство святости, а нечестивые еще делают нечестие. Вот вкратце то, что должно произойти. Конечно, в последние времена, действительно, эсхатология, тема, одна из моих любимых тем в последнем времени, и о восхищении Церкви, и о временах скорби, и о пришествии Господа Иисуса Христа. И так вот, в конце, в завершении всего, нас ждет прекрасное, как вот говорит, светлое будущее. Действительность это так. Но горе тем, кто не приготовлен будет к этому, потому что день Господень застегнет их врасплох. Я, честно говоря, даже немного теряюсь в этой теме, чтобы коротко так вот сказать, честно говоря. Я сейчас еще вопрос задам про, что вы читаете, то есть, какие книги вы читаете. Сейчас отключу. Мне надо крупный план будет прямо. Сейчас вот так вот прямо. Сейчас мало читаю вообще-то. Какие книги вы читаете? Все, поехали. Перечитываю Толстого Николаевича, значит, особенно его вот роман «Воскресенье», последний в моем чтении как раз. И для меня это пророческая книга. Для меня эта книга, действительно, которую я, ну, не приравню к Библии, но скажу, одна из таких пророческих книг о последних временах и о реформации Церкви. Вот, для меня эта книга, которая помогла мне стать реформатором. Также проповеди христианские Эрла Штегина с удовольствием перечитываю «Время начать суду с Дома Божьего». Та самая первая протестантская книга, которую я в своей жизни вообще прочитал. Читаю «Отцов церкви» Симеона Нового Богослова, просто обожаю его произведения. Значит, и, конечно же, из наших вот «Александр Меня», «Антония Сурожского», да, конечно же, это действительно классика уже. И считаю, что в христианстве действительно должно быть широкий взгляд. И не узкосектантский, не только лишь узкоконфессиональный, а общихристианский взгляд. И для этого, конечно же, служителям я рекомендую знакомиться с работами, с учениями очень разных христианских церквей и произведениями разных авторов христианских и нехристианских, в том числе. Так, секунду, сейчас. Вот, кстати, я сделал, ну там, полтали главы, целиком опубликовал в своей вот этой работе. Я писал ее когда-то, значит, и сейчас хочу тоже издать ее книжечкой отдельной. Пока в интернете только публикую. А так, значит, назвал я ее, как вот Ленинское взял название, просто перефразировал. Лев того столь, как зеркало русской реформации назвал. Аминь. Кстати, и важная реформация, то есть с чего началась после перевода Слова Божьего? Ну, когда переводил, когда стал доходить, появились вопросы всякие, которые он стал задавать священникам, которые не очень нравились. Ну да, да. И проблемы, потом даже вот он в своем дневнике, я в мете, там, посмотрел, у него дневник есть некий. Ну да. И он там пишет некоторые, может для кого-то там это слишком даже покорубит, он пишет, там ставится какой-то колдун, на самом деле. Ага. Батюшка. Ну да, да, он пришел к этому пониманию, да, действительно. Да. А это очень резало слух тогда. Ну да, да. Да и сейчас. Да и сейчас, да, и сейчас. А по сути, то, что он говорил, если бы тогда бы священники не ожесточились бы, если бы это приняли как бы на вот вообще к сведению, могло быть совсем все по-другому вообще, честно говоря. Потому что там, по сути, я лично увидел как программу просто вот реформации на самом деле церкви, реформирование ее, отказ от этого колдовства, всякого религиозного отказа от этих, ну от мракобесия просто-напросто. Возвращение церкви, ну, в нормальное истинное состояние. Да, ну, как бы это могло показаться как бы ересью в то время на самом деле, но это правда же было. Вот так вот, так что он просто непонятный человек в свое время. К сожалению, так получилось. Вы можете сказать мне, видение церкви, как и любой другой нормальной церкви, только я вот эту фразу, пока я вас сниму крупным планом, чтобы не нарезать потом? Хорошо. Вот вы сказали там, видение церкви нашей, как бы любой другой нормальной церкви, чтобы не попасть... Хорошо, хорошо. Чтобы сделать немножко... Поехали. Видение нашей церкви, православной обновленческой, евангельской церкви, это спасение душ человеческих, как и любой нормальной христианской церкви. Отлично, все, у меня этого достаточно. Ну, слава богу. Так что, я послел, у меня все сохранилось. Замечательно. Сейчас еще раз я глянусь. И у меня тоже. Так что, вот такая у нас сегодня запись интересная, работа в такой домашней студии. Ну да, за неимением того, что делаем, что есть у нас. Что есть, то есть. Вот. Я думаю, будет все хорошо. Все-таки мечтаю о мастерской своей, чтобы там было все как раз. Получается, и студия, не надо будет ничего там моделировать, придумывать. Взял, поставил и все. Прям с этими этюдниками, холстами, как бы нормальный вид, нормальное оформление. Если это сбудется, то мечта, это просто чудо, просто... Очень много денег надо, да? Так что, да. Мастерская, это вообще...